тогда сейчас давайте в первую очередь рассмотрим те акции которые сегодня еще не успели выложить на форуме есть такие у кого-нибудь на по сегодняшнему дню у кого есть акции которые сегодня ну как будут хотите вы рассмотреть но они еще не были выложены на форуме если есть такие акции сейчас сбрасывайте если нет тогда будем уже постепенно двигаться по тем сделкам которые выкладывались на форуме там их уже очень даже предостаточно хорошо если таких нету включаю тогда сразу форум значит начиная тогда начнем с сейчас где-то объявление было на какой странице по моему на семнадцатой так вот получается начиная шестнадцатой страницы значит сделаем наверно следующим образом так это у нас не вместится значит вот начиная с 22 июля я вижу что здесь уже выкладываются сделки сейчас вот хорошо видно всем экран отлично значит сделка под названием акции с названием bpi то есть такая сильная консолидация была на протяжении всего дня здесь видно с 29 40 до 29 20 был неплохой рост и акция неплохо выходила выше вот на фигуре вот на фигуре она неплохо стояла то есть сделка в принципе достаточно оправданная здесь тоже был выход объема в 32 02 после уже того как она пробила ценовую фигуру в акции был шорт то есть традиционно изначально акция просто откатилась и выкинула по стопу такое очень часто бывает вообще желательно на пробоях что делать на пробоях желательно выбрать какую-то определенную формацию пробоев которые вам нравится то есть к примеру если произошел пробой 30 00 до акция там прошла к примеру там 10-15 центов сразу же а потом возвращается вниз и там либо делает недобой фигуру либо саму ценовую фигуру уже воспринимает как уровень поддержки то есть либо вначале пробивает вверх потом идет сразу вниз пускает сквиз и только после этого начинает уже идти выше то есть идет за стопами только потом начинает идти то есть что-то одно выбрать и только в случае происхождения того что вы ожидаете только тогда тогда входить в сделку то есть тут сразу был вход после пробития фигуры в принципе была одна вспышка объема за целый день это в принципе был самый такой большой всплеск и также акция можно сказать проходила вчерашний хай то есть тут очень хороший скрин довольно таки неплохо видно предыдущий день пятиминутку дневку и доу джонс как себя вел в этот момент то есть довольно таки неплохо но но просто акция не пошла то есть такое бывает на следующий день она может от этой цифры с небольшим гэпом сразу же пустить свечку выше такое очень часто происходит так значит что касается этой сделки то есть она не пустая нормальная но сразу вот входить в разбор в пробой в принципе можно но будьте готовы к тому что акция перед тем как пойдет она неплохо вытрусит то есть в принципе вот тут сразу это и было после пробоя акция сходила практически там до 83 центов приблизительно 83 84 и только после этого уже начала выходить далее значит что касаемо принтов то есть постоянно сейчас этот вопрос скажем так довольно таки актуально мне и в личку постоянно пишут и вчера писали также на форуме значит что касается принтов в данном случае либо показывает сайс по беду до до либо не показывает то есть что на что нужно обращать внимание то есть если не показывает здесь offer какую-то крупную цифру то там может быть сколько угодно особенно это могут быть не бьющиеся единицы кто видел вот скрытый лот и лоты по различным рынкам то есть к примеру по ps и к примеру по нвс и так далее когда стоит к примеру там один лот и в него входит очень много то есть очень много и он никуда не исчезает то есть часто ли кто часто ли вы замечаете эти моменты вот есть такие как бы в можно сказать даже закономерности если стоит вот пять лотов там или два лота или десять лотов по н.вс который не не бьющиеся это как правило специалист получил очень большой заказ на покупку ли либо на продажу то есть если к примеру стоит большой оффер не бьющийся к примеру пять лотов по нью-йорку очень часто такое бывает что это пришла очень большая заявка на продажу страница на форуме 16 страница у кого не меняется страничка попробуйте перри перелогиниться может поможет то 22 число то есть если будем искать какие-либо акции сразу поставлю 5000 свечей будем если что искать если часто видите вот на нью-йорке допустим по какой-то акции пять лотов стоит к примеру в оффере это как правило специалист выполняет очень большой заказа на продажу то есть если этот заказ очень большой и видно что многие спекулянты понимают то что этот лот просто не разобрать они наоборот начинают уже шортаться от этой цифры и пропадает покупатель то есть это говорит о том что специалиста скажем так разоблачили то есть его увидели что он там и если он увидит что уже по этой цене никто не будет делать данную закупку то он может переставить на эти пять лотов там на 5 на 10 центов выше вот как только он переставил эти пять лотов и они опять не бьются это может быть это может превратиться в систему то есть отсюда уже может пойти неплохой шорт в данном случае и допустим сейчас я скажу в какое время но вот в 2007 году до обвала таких моментов было очень много то есть просто степала там 5 10 или 2 25 лотов часто вот самые любимые цифры у специалиста были в 2007 я помню 5 и 25 то есть две цифры просто они не бьются он ими степает и акция так могла проходить там по 30 по 50 центов то сейчас такого уже нету уже намного реже буквально недавно я видел не бьющийся лот и лоты по найсу но это уже можно сказать редкость значит что касается допустим на фигуре если стоит вот при пробое очень большой лот к примеру там 800 то здесь желательно входить если уже вы входите сразу на пробое заходить в разбор только тогда когда начинается ускорение разбора то есть примеру от 800 там до 600 лотов били с одним темпом и тут вы видите что осталось там 400 лотов и уже большая интенсивность здесь надо уже заходить уже заходить потому что как правило последний лоты забирают очень быстро это что касаемо ленты если вы видите что после того как 800 лотов разобрали к примеру и там поставили еще 800 то здесь уже есть смысл просто просто закрыть сделку особенно если есть выход там в минус 3 минус 2 цента если бит стоит скажем так нету спреда при этом всем очень часто когда видят что идет релоад обновление данного лота все спекулянты которые заходили они быстро начинают оттуда выходить и видят что там действительно крупный продавец и нет сил для того чтобы его разобрать если же все таки обратно начинает лупить не происходит там выхода очень часто бывает что и там два по 800 2 по 600 2 по 500 просто разбирает это говорит о том что там был продавец но покупатель тоже был был не слабый скорее всего эти лоты разнесут то есть поэтому желательно конечно на пробоях входить только тогда когда пробой уже произошел акция откатилась сделала сквиз вниз как правило если допустим 30 30000 стоит да то сквиз может быть вот пробой и сразу же идет вниз как правило до 90 центов если сразу же этот сквиз начинает затягиваться здесь можно уже заходить или же если пробила допустим до 30 там 15 до 30 10 и потом откатилась на ценовую фигуру и там появилась какая-то цена который ниже который уже не пускает 30 допустим 0 5 30 03 очень часто бывает либо же сама ценовая фигура то есть такое очень часто происходит значит то что я рассказываю сейчас в принципе понятно ясно если есть какие-то уточнения сразу задавайте чтобы мы не отходили от самой ситуации которая происходит советую конечно в пробои входить только тогда когда рынок первое видно что может пойти то есть выходит выше или когда акция против рынка все-таки не отходила от этого пробоя все-таки так тщательно бьет и заходить после пробоя уже на свече вниз когда она начинает затягиваться либо тогда когда уже явно виден уровень поддержки то есть акция откатилась вниз какую-то цифру удержала то есть не прошла ниже ценовой фигуры и начинает идти дальше то есть там уже заходить там до 10 центов и ставить стоп ровно за фигуру ценовую затягивается я сказал обратно то есть пробила вверх примеру вот в данном ситуации 300 здесь цена в акции бипе ай пробила до 30 10 а потом идет вниз дата есть свеча просто летит идет до 90 центов там останавливаться и начинает затягиваться то есть свеча просто вниз пробила начинает затягиваться то есть тут уже можно брать до фигуры и стоп ставить уже там к примеру на la вот этой вот свечи которая прошла то есть она прошла до 91 цента то желательно по восемьдесят девять поставить то есть следу 89 желательно по 88 поставить если уже там и чтобы было не больше чем 7 8 центов потому что вместе со стопом с протягиванием со всеми делами тогда будет минус 10 центов это не так уж плачевно и естественно сразу не заходить всем объемом в разбор и особенно если вы только вот первый первый пробой торгуете не заходить всем объемом потому что психологически просто можете не пережить значит смотрим следующую ситуацию так тут ни одна сделка тут несколько значит тут была следующая ситуация был сел по 3259 бай по 73 в свече то есть тут наверное стоп не успели поставить если заходили уже как раз на самом деле ситуации довольно таки отлично то есть на пробой low но это обратно же пробой то есть тут видно она пробила и не укрепила фигуру то есть не было скажем так такого крепкого оффера куда бы можно было бы стать то есть вот тут который был вот дальше где-то приблизительно в час 15 был пробой здесь уже 80 центов пробивала тут уже более безопасная ситуация потому что как-никак тоже такой есть уровень только один раз его сквизанула и сразу же затянула то есть тоже вот неплохой момент был здесь то есть до фигуры как минимум идет потенциал и дальше если будет пробой акции идет еще дальше на пробитие 80 центов что касается данная ситуация сегодня в самого утра в акции пиелель попал в следующую ситуацию сейчас я покажу где именно это было то есть на просто утра торгую очень часто и вот open у нас 930 и вот у нас самая первая свеча то есть ценовую фигуру она вроде бы как пробила и улетела она очень быстро на 90 центов то есть залетела сразу же очень большой свечой то есть очень но это как бы утренний момент то есть вот подобный момент идет в четыре четыре ноль ноль четыре ноль